Добрый день, меня зовут Татьяна. Я представляю нескольких общественных объединений. Достижения. Мы собрали такой ряд достижений. Это открытые межшкольные и бесплатные образовательные заведения. Открыты новые социальные пространства, в том числе библиотека Крушевского, да, и такое социальное пространство. Создание молодежной активности, появились центры обслуживания граждан, как достижение интереса международных фронтов и организаций к активному движению гражданскому, появление новых СМИ, которые освещают актуальные темы, активизация социального бизнеса и появление онлайн-платформ. Усиление, как бы это можно было усилить? Это образовательные программы, внедрение различных образовательных программ, тренинги, семинары по актуальным проблемам, целевое выделение финансов, открытость распределения финансов, консолидация игроков по общим вопросам. То, что говорили, да, конфликты, вот одно из исцелений, это консолидация. Недостаток ресурсов, да, чего нам пригласило. Поддержка власти, отсутствие соответствующей законодательной базы, неготовность граждан поддерживать друг друга и не с активами, низкий уровень граждан социальной осведомленности, и, соответственно, люди не знают, куда направлять средства и для чего, да, и куда направлять. Несоответствие выделяемых грантов и актуальности проблем. Провалы. Провалы у нас, как видите, совсем их немного оказалось. Провал информационных программ по установлению детей и не удалось создать школу с дистанционным образованием. Как-то вот у нас провалы не совсем было. Что нам помешало вообще, да, реализации задумок? Чиновники, коррупция, утечка мозгов из региона вообще, низкая активность научной интеллигенции, влияние провинциальности, отсутствие экспертов в определенных вопросах и консерватизм. Ресурсы можно, наверное, объединить, да, ресурсы достижений, ресурсы, которые могли бы помочь устранению. Это вот выход за рамки провинциальности. Что мы имеем в виду, это очень часто Одесситы, да, приводную... О, Одесса, это ж такой крутой регион, нам ничего тут менять не надо. То есть это имеется в виду, да, что пора бы уже как-то отстраняться от этой позиции. Консолидация с другими регионами по многим вопросам. И как следующую, это обмен опытом между регионами, где, да, уже есть многие программы работающие, можно было бы просто брать и применять уже у себя. Ремонт дорог по области, это большая проблема, которая не дает доехать даже до соседнего села очень часто, и для реализации уже написанной программы, да, или полученного грамма, мы знаем об этом. И инфопрограммы по актуальным вопросам, да. И если отсюда еще брать, да, ресурсы у нас тут, это поддержка социального бизнеса, личная инициатива, граффин, и опять же онлайн-платформа инициатива. Я хотел пару слов добавить, резюмирующе больше. Красной линией через все наши обсуждения проходило то, что вся социальная активность слишком зависима от финансирования, и от тех, кто дает это финансирование, и то, как это, кто дает это финансирование. То есть неспособность самостоятельно находить это финансирование, генерировать и самостоятельно определять свою провязку дня. Второе, ключевое, то, о чем мы говорили, это то, что не хватает экспертности и достаточно компетенции для того, чтобы серьезно решать те вызовы, которые есть, и неспособность выйти за рамки одесского контекста, более глобально говорить о том, чем является Одесса в рамках Украины, какая у нее роль и так далее. Мы слишком зациклены на том, что для нас важно. И то, о чем говорили практически все команды, это стиль на то, что по сути очень мало таких классных, якорных проектов, которые бы объединяли. Все зациклены на каких-то своих мелких повестках дня и не способны объединяться вокруг чего-то, что действительно важно для всех. И плюс одна из важных проблем – это то, что большинство жителей, они слишком консервативны, и пока что то, что предлагается в социальной сфере, оно не стимулирует большинство прислушиваться к этому. Поэтому консерватизм преобладает, скажем так же. Спасибо большое. Спасибо большое.